Новое видео выходит каждый день в 20.00. Перед тем, как я начну вам рассказывать о настоящем пиздеце, который сейчас вот в последнее время происходит, я бы хотел выразить огромную благодарность Андрею Гирсу за предоставленную переписку. Без него данного видеоролика не было бы. И также хотел бы сказать ДРП-факту отдельное спасибо, ведь без ДРП-факта, я уверен, ничего бы этого не было. Если кто не знает, что такое ДРП-факт, ДРП-факт это вот журнал из сампы, как допустим какой-нибудь Рукстар бомбит или сам Ворл, только посвященный полностью новостям, которые происходят на Даймонде. А Андрей Гирс в свою очередь является основателем вот этого самого паблика ДРП-факт. Поэтому если вы играете на Даймонде и вам интересен такой тип контента, стиль контента, то можете подписаться на ДРП-факт. Или если вы не играете на Даймонде, также можете подписаться на ДРП-факт, если вам просто интересно знать, что же там на Даймонде такое происходит. В общем, ладно, мы уже отвлеклись на ненужную хуету абсолютно, а тема у нас сегодня достаточно интересная. Дело в том, что не так давно на Даймонде проводился конкурс, там я не знаю, розыгрыш и так далее и тому подобное, в котором выиграл человек под именем, но я думаю, что это не имеет особого значения. 2009-01-2019 года Баррер, как я понял, пишет человеку, мол, привет, там ты выиграл Даймонд Кейс в нашем дорогом розыгрыше, я тебя поздравляю. Человек говорит спасибо, там и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, что не имеет смысла сейчас вам что-то рассказывать, потому что я думаю, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, там через какие-то сплетни, через как-то мои уста. Поэтому давайте я вам покажу данную переписку на видео. Там будет только один момент, будет замазан личный адрес человека, потому что вот эти вот все данные мы не раскрываем. Мало ли, вот мало ли, если мне дадут добро на распространение данной переписки, то любой желающий из вас сможет получить данную переписку. В комментариях под данным видеороликом я напишу вам, то есть куда можно написать, чтобы получить вот данную переписку и можно ли ее получить вообще. Поэтому заходите на ролик регулярно, если вы вдруг, мало ли, хотите получить переписку. Также я на своей личной странице ВКонтакте об этом напишу, если все-таки вам будет это нужно. Поэтому лучше всего добавить мне, конечно же, друзья ВКонтакте, там я уже вас всех по данному поводу сориентирую. Так вот, давайте посмотрим на эту самую переписку. И как вы можете видеть, переписка тут была не одна. Первый, насколько я понимаю, это был Баррера, а второй был это Петров. То есть, и по итогу вот, если вот так вот пересказывать переписку, то получается это все так, что вот человек выиграл вот этот самый Даймонд Кейс. Ему написал по этому поводу Баррера, который и отвечает за все вот эти вот там выигрыши, там я не знаю проигрыши и так далее. А человек, который выиграл, все написал, там адрес он, к сожалению, был замазан, потому что, ну, раскрывать личные данные это такое себе, мало ли вы там к данному человеку придете и начнете там, я не знаю, говорить, типа, ой, Баррера топ, ты просто нихуя не понимаешь. Ну, знаете, как у нас это обычно бывает. И получается так, что, ну вот, ну вот, блядь, то есть у меня нет слов. После чего, то есть, получается так, что у Барреры закрыта личка. То есть, в самом деле ему нельзя написать, то есть, любой желающий не сможет ему написать. И вот с данным человеком там как-то вот в первый раз ему получилось связаться, после того, как у него была опять-таки закрыта личка. А потом он уже начал писать Петрову. А Петров говорит, мол, слушай, я в данную ситуацию не вникал, это тебе нужно разбираться с Баррерой. И то есть, говорит, типа, ну вы же можете разобраться, просто, ну, как бы, ну, все хуево. А он такой, типа, нет, по данному поводу пиши вот только Барреры и разговаривай только с Баррерой. Потому что я в данном случае ничего не понимаю. И он такой, типа, блядь, так у него личка закрыта, типа, я не могу ему нахуй написать, чтобы разобраться в данной ситуации. И, и все. И просто все. Далее ничего не понятно, просто темнота. Просто нихуя нет. Человек остался без своего выигрыша, причем это было 0,9, 0,1, это, получается, на Новый год, 9 января, а сейчас уже, чтобы вы понимали, идет, а, это все в январе было, и чуваку, получается, так и не выдали. Вот в феврале даже, вот, последний раз они списывались. То есть, все это вот так вот было, и по итогу чуваку не выдали до сих пор. При том, что в переписке, которую я вам уже показывал, было написано, что выдадут всю эту штуку в течение 5 дней. И там, и трек-код дадут, и все, и высылают из Питера, и так далее. И по итогу, у человека до сих пор нихуя нет. Уже, чтобы вы понимали, апрель месяц заканчивается, а человеку так и до сих пор не пришло, при том, что он выиграл в конкурсе от Даймонда. Как вы, блять, так делаете? Нахуй вы так делаете? Я, блять, ума не приложу. Вы ж, блять, наебываете своих же игроков. Пиздец. Блять, наебывать игроков, которые дают вам вот этот вот самый донат, чтобы вы потом проводили конкурсы. То есть, пиздец. Просто наебывать игроков. Охуеть. Блять, я не нахуй так делать, блять. Ну, в самом деле. Блять, было бы, наверное, проще, если бы вы просто не отписали данному чуваку, и все. Но просто отписывать и закрывать потом личку, просто его держать в игноре, это ж пиздец. Вы че, вы серьезно, блять, или че? Просто, чуваки, вот вы сейчас можете смотреть, думать, ой, да там конкурс это, да они, может, там не обязаны что-то отдавать и так далее. Поставьте себя, блять, на место этого человека. Он просто выиграл, он радуется, он такой, типа, о, ну да, сейчас выиграю, сейчас будет все заебись. По итогу все, игнор. Кому ему обращаться? Что делать? То есть, ну, абсолютно непонятно. Вот только к ДРП-факту и ко мне, который осветил данную ситуацию. Я, безусловно, освещаю все ситуации. Я, блять, голос народа в самповском сегменте. То есть, кто, кроме меня, вот что-то подобное сможет осветить. Поэтому, если у вас есть какие-то подобные ситуации, присылайте их мне, буду все освещать на этом канале. Ну, просто это, это пиздец. Это в самом, блять, деле пиздец. Просто взять и вот так вот наебать игрока, который просто, блять, играет на вашем проекте, раз уж он принял участие в данном, в данном конкурсе, в данном розыгрыше, и просто вот его вот так вот взять и наебать. То есть, пиздец. Просто вот кинуть его в игнор, и никто не, ни Петров, ни Барейра, ничего, он не может достучаться, блять, с января месяца, когда ему там должны были в течение пяти дней выслать вот эту уже всю хуйню. Даймонд, вот этот вот кейс, как они это сами назвали. Я абсолютно не понимаю вашу логику, нахуя вы так делаете, для чего? Блять, просто пиздец. Даймонд зарабатывает нихуевые такие деньги. Выдать этот даймонд кейс, это не сделать нихуя. И просто пиздец. Блять, вам денег на доставку жалко, или что, я уверен, Перенек бы оплатил доставку без проблем. Даже, блять, даже если бы он не оплатил доставку, все равно, блять, доставьте вы ему, нахуй, этот приз, который он выиграл. Какого вообще хуя, блять, я не понимаю. Пиздец. Вы вообще думаете, нахуй, что вы делаете? Какими-то вот копейками разбрасываться, просто вот, блять, просто вот, блять, свою репутацию грубить, нахуя? Просто зачем, блять, я не понимаю. Подумали, наверное, что никто данную тему не осветит, да. Никто, кроме меня, наверное, просто. Ну, я и не знаю, возможно, кто-то из ютуберов, посмотревших данный ролик этот, подхватит, и всё. Хотя, блять, вы знаете, ютуберы, они настолько хуёвые, что если они это подхватят, если они об этом расскажут, то Даймонд же, в случае чего, не возьмёт рекламу потом. Блять, человек, охуительно. Просто охуенно. Как же хорошо быть рабом Даймонда, и не брать вот какие-то вот... И просто вот, и не помочь человеку в данной ситуации. Мы-то ему, безусловно, уже ничем не поможем. Мы этот Даймонд Кейс из них никак не вытрясем. Только если не начнутся какие-то там, я не знаю, в волне, если им не начнут влудить везде там, онлайн упадёт. Только в таком случае они что-то сделают. А сейчас просто человеку уже с января, блять, месяца ему не выдают эту хуйню, и всё. Я не знаю вообще. Я не знаю, как проект, блять, в САМПе может такой... Вы, блять, кто вы? Эволвер Рулли Плей, блять, что ли? Чтоб наёбывать, блять, в своих же конкурсах. Я понимаю, Эволвер Рулли Плей наёбывает на протяжении всей своей карьеры. Тут же, блять, Даймонд Рулли Плей такая хуйня, я не знаю. Недавно же только делал ролик о том, что Николай Соболев там наебал этого Петрова с Даймонда. Какого хуя, блять? И какого хуя сейчас вообще происходит? Я абсолютно не понимаю, блять. Ну, ну, в самом деле, вы чё вы охуели, блять, творили? Чё, человек там сидит, ебать, ждёт свой вот этот вот, там, я не знаю, приз, подарок и так далее, а ему нихуя не присылают, потому что вы, блять, его зажали. Потому что вам лень, блять, собрать вот этот вот Даймонд Кейс и отправить ему вот это вот. Он выиграл это на Новый Год, сейчас уже скоро лето, блять, будет скоро уже Новый Новый Год, блять. И ему нихуя не пришло, заебись, чуваки, блять. Просто Мавроди, блять, 21 века 2019 года. Пиздец, блять. Сергей Мавроди бы в самом деле вами гордился, блять, Петров и Барейер. Просто зажимать такие какие-то копейки, блять. Я не знаю, что было в том Даймонд Кейсе, но я уверен, что если они это разыгрывают, то это реально какие-то копейки. Это как быть эволюмирую липлей и разыгрывать девайсы от Razer. Это охуеть. Это полнейший пиздец, чуваки. Я не знаю, как это можно комментировать. Я не знаю, как на это реагировать. Это пиздец. Это просто, блять, пиздец. Просто взять и наебать. Просто вот у чувака уже в кармане этот Даймонд Кейс был. Они просто взяли, блять, и из кармана вытащили этот Даймонд Кейс. Просто, ну ты недостоин, ебать вот этого Даймонд Кейса. Все, потому что мы так решили. И все, и у тебя, блядь, не будет Даймонд Кейса. А нам похуй вообще. Нам абсолютно похуй на тебя, блять. И на то, что ты там ждёшь, на то, что ты надеешься, что этот Даймонд Кейс у тебя будет, нам поебать. Нам как бы поебать мы, блядь, Петров и Баррера, блядь. Петров, блядь, ничего не скажет, Баррера просто, блядь, в игнор кинет. Охуительно. Чё, блядь, охуительно, чуваки, делайте, блядь, охуительно. Ой, просто пиздец, я не знаю, блядь, как, блядь. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не кидайте людей на розыгрыше. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok